На фоне военных поражений России в украинской войне, пропагандисты, неожиданно для себя, полюбили американского предпринимателя, основателя компаний Тесла и SpaceX, Илона Маска. Эффекты разорвавшейся бомбы произвели слова Илона Маска. Миллиардер, изобретатель, космический новатор, сейчас он в центре грандиозного скандала. Чей Крым и как прекратить кровопролитие? У Маска есть ответы, но они не понравились киевским политикам, да и многим простым гражданам Украины. Нежданное духовное сближение миллиардера с обслугой Кремля произошло 3 октября, когда Маск, в прошлом не раз потешавшийся над российской политикой, космонавтикой и Дмитрием Рогозьимом в частности, опубликовал в Твиттере свой план окончания войны в Украине. Оказалось, что план отдаленно напоминает кремлевские методички. Не дает покоя украинцам Илон Маск или Илон Московский. На этот раз в беседе с сенатором, русофобом Линдси Грэмом он опубликовал карту с результатами выборов 2012 года, на которых русское население Юго-Востока проголосовало, как написал Илон Маск, за пророссийскую позицию партии «Регион». Согласно плану Маска, воюющие страны должны повторно провести референдум в недавно присоединенных к России украинских регионах под контролем Организации Объединенных Наций. ООН якобы гарантирует прозрачность голосования. В случае, если исход референдума будет не в пользу путинской России, она покинет области. Если украинцы согласятся, что называется, вернуться в родную гавань, то так оно и будет. Миллиардер также написал, что Крым, вероятно, должен остаться в составе Российской Федерации, как это было с 1783 года и до ошибки Хрущева, который передал полуостров в юрисдикцию Украинской ССР в 54-м году. Слова о статусе Крыма вызвали негодование среди украинских пользователей и официальных представителей. Какой Илон Маск вам больше нравится? Тот, который поддерживает Украину? Тот, который поддерживает РФ? Президент Украины Владимир Зеленский. Илон Мужик, похоже, что ты прогуливал уроки истории, изучая космос и электромобили. Твои советы звучат прям как путинские. Надеюсь, что ты не думаешь так же. Также резкую критику вызвала оценка миллиардера по поводу так называемого нейтрального статуса Украины. По мнению Маска, государство вынуждено будет соблюдать нейтралитет, вероятно, и не войдет в орбиту военно-политического блока НАТО. Сам Маск объяснил свои предложения тем, что он не желает миру ядерной войны. Я все еще очень поддерживаю Украину, но убежден, что масштабная эскалация войны нанесет большой вред Украине и, возможно, миру. Илон Маск. Зампред Российского Совета Безопасности и бывший президент России Дмитрий Медведев тут же записал Маска в российские шпионы. Маск молодец, однако, достоин присвоения внеочередного офицерского звания. Правда, рано расшифровался Юстас. Следующий пост выдаст что-то типа «Ukraine is an artificial state». Слова владельца домика для уточек, дорогих кроссовок и роскошных яхт подхватила пропаганда. Нежданного кремлевского союзника обсуждали не только в ток-шоу, но и сделали его героем итоговых телепередач. В Кремле, на чью мельницу, по мнению союзников Украины, сейчас льет в воду богатейший человек планеты, к инициативе Маска отнеслись довольно сдержанно. Считаем весьма позитивным, что такой человек, как Маск, ищет пути выхода по ситуации вокруг Украины, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. А вот тут уже свежий твит от Маска. Вероятность ядерной войны стремительно растет. Никаких объяснений. И именно поэтому сразу вопрос. Он нагнетает, продолжая играть против Байдена или в расчете на панику на биржах? Это про реальность или про деньги? То, что Илон Маск делает в Твиттере, это интересно, весело. Ему это, видимо, нравится это все делать. И он пишет ровно то, что он думает. И, видимо, он так размышляет. Это же не значит, что он какие-то решения принимает. Если он замечательный инженер, если он, правда, гениальный менеджер в инновационных компаниях, это совершенно не обозначает, что он там точно так же хорошо разбирается в политике. В Украине же заявление Маска восприняли крайне негативно. А советник главы офиса президента Зеленского Михаил Подоляк предложил свои условия мирного договора, согласно которым Украина возвращает свои территории, включая Крым, а Россию ждет демилитаризация, денуклеаризация и трибунал над военными преступниками. А также высказал предположение, что с помощью подобных публикаций Илон Маск пытается отвлечь внимание от проблем, вызванных квартальным отчетом компании Тесла. Там, по-моему, даже у него было какое-то судебное решение о том, чтобы он в Твиттере перестал писать по поводу того, что он делает в Тесле, для того, чтобы там акции как-то там сильно не колебались. Вот. Ну вот такой человек, еще раз повторю, это самый популярный Твиттер-блогер вообще ever. Вот. И да, его слова вот как-то какие-то люди начинают воспринимать всерьез, хотя это всего-навсего Твиттер. А вчера издание ВАЙС сообщило, что незадолго до скандальных заявлений по поводу Украины Илон Маск общался с Владимиром Путином. Якобы Путин признался, что в случае вторжения Украины в Крым готов нанести ядерный удар. Однако сам бизнесмен факт подобного разговора отрицает. В своем Твиттере Маск рассказал, что в последний раз общался с президентом России задолго до начала войны. И речь шла исключительно о космосе. Но пропагандистов такой ответ не вразумил. Телеведующий Евгений Попов написал в своем телеграм-канале, что опровержение не значит, что разговора не было. При этом Financial Times 7 октября сообщило, что в Украине заметили перебои в работе системы спутников связи Starlink, доступ к которой Илон Маск открыл на территории страны еще в первые дни войны. Проблемы стали наблюдаться при попытках ФСУ прорвать линию фронта. В Ферсонской области, в Запорожье, на Донбассе и в районе Харькова. В терминалы, которые компания Starlink отправила в Украину для того, чтобы обеспечивать связи военных, существовала так называемая защита по территории. Ну, условно, если российские войска случайно захватили какой-то из терминалов Starlink, для того, чтобы они не могли им воспользоваться на своей территории, этот терминал просто перестает работать. Пропагандисты принялись строить догадки о причинах перебоев. Несмотря на то, что отключения стали происходить еще до заявления Маска по вопросу мира между Россией и Украиной, ситуацию представляли так, будто Илон Маск занял российскую сторону. Когда украинские войска начали продвигаться достаточно быстро, они просто не успевали обновить эти данные для всей системы. То есть получается так, что украинские войска просто переходят границу, то есть они наступают вперед, российские войска отступают. Так вот, на той территории, где Starlink должен, по идее, работать, он перестает работать, потому что раньше его работоспособность ограничили. Несмотря на внезапно проснувшуюся симпатию к Илону Маску, у прокремлевских медиа и даже некоторых представителей российской власти, вряд ли эта радость продлится долго. Как заявил сам Маск, его компания SpaceX потратила 80 миллионов долларов на работу Starlink в Украине. Россию же миллиардер поддержал разве что высказыванием в соцсетях. Впрочем, и поддержку здесь увидели в основном российские пропагандисты, выдавая скорее желаемое за действительное. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok